итак ребят всем привет меня зовут дима мой ник на покерок дима 20 тысячи и также многие из вас наверно меня уже знают по этому же никнейму на покер старт дима 23000 сейчас я играю в основ китайских приложениях покер мастер покер комьюнити лимита от нл 120 эквивалентно долларом и до нл 300 с винрейтом 20 плюс x bb на 120 25 вот так винрейт плавает и сейчас я запишу свое первое видео для портала пекарь стас . ком играть я буду в руме покерок лимит нл 50 и буду комментировать свои действия этот рум в котором не работают трекеры то есть не будет стандартной статистики из хэн ту ноут или холды менеджера но здесь есть своя стройная статистика рядом с аватаром игрока указан его в пип также можно вот например на первом столе левый край это первый дальше правый веры левый верхний первый стол правый верхний второй стол левый нижний третий стол и правый нижний четвертый стол значит только недавно я подсел за все столы сейчас буду играть играть ситуативно комментировать по в пипу значит на первом столе вот сидит парень айджи 19 вот его аватарским таков боем слева это его в пип 50 вот и даже навел мышку подписано ну а справа страна израиль все довольно аскетично но понятно софт хороший я играю в этом первый раз руме но мне пока все нравится ничего сложного для меня здесь нет так лимпит парень со пипом 16 довольно подозрительно ну я тоже не буду диспозиции даму 3 изолировать и дальше тоже буду жонком флопе просто сдаваться весь как во всех китайских приложениях когда игроки идут волны предлагается брать страховку сдам отрядом что можно дальше сдаваться то есть у нас совсем никаких нет зацепок за борт и все-таки это в пип 16 я думаю что там прилично тузык с рук ну давайте попробуем поставить небольшой вербет на первый раз посмотрим что это за парень такой залимпивший прочекавший дважды как он отреагирует на овербет совсем небольшого сайзинга здесь не очень нужны блокеры скорее интересует нас его линия он даже взял взял таймбанк но сфолдил довольно быстро таймбанк и здесь весьма удобные большие я проверял по моему 35 секунд дается изначально король 3 мы защитим совсем плохой флоп ну и король 6 ссб открывать не будем роль 3 пресса выкинуть как и даму 6 ну в общем то стандартный фолда я не буду комментировать буду рассказывать только какие-то интересные раздачи когда я буду в пост флопе на валиде и защищаем на таком флопе будем играть чек колл но по это в пип всего 4 и он тут же чекает причем он делал пан рейс но то руки которую я так у него сыграны лично мной с ним сыграны руки ноль покажу будем ориентироваться на тот в пип который нам рун предлагает дальше чекаем валид 3 фолд ну и теперь в руку сильнее все равно не выбью и валя 9 нет смысла не пытаться тонко вы любите конечно же не пытаться выбить руку сильнее то есть это классическая ситуация для чека behind так туз 2 мне показавшие залимпил но нет за все-таки открылся и все скинули стратегию лимбов я не использую даже на sb ну и тем более на ранних позициях особенно в 6 макси 10 4 но совсем слабо рука даже против олимпера бы ее не стал заводить ну вот ту 7 пожалуй что стоит открыть вроде в парня со пипом 10 рассчитываю на хорошие фолды 5 на префлопе моментально сдался даже без раздумий то есть был готов фолдить автоматически я не селектил столы сел за перу попавшийся буквально там всех подряд сейчас будем проводить разведку боем так ну и туз король мы конечно же будем требуетесь позиции или сквизить тут соответственно пойдем валун уже 675 13 с половиной давайте догоним до 14 до ровного числа так здесь я кликнул правой кнопкой можно сменить цвет стола на этого не буду делать по моему зеленый вполне комфортный цвет ну и король даму тоже за 3 б этим так как мы без позиции то за 3 б этим покрупнее примерно таким сайзингом так на заколировали оба оппонента с туз король и я думал что стоит сдаваться так как парень из израиля уже нужен уже в автолыне и никого фолды 5 мы здесь не получим ну и исходя из этих же соображений я думаю что парень который был на утг из франции по моему он бельфовать не будет так как он понимает что даже сон выбьет меня да он все равно идет в улын автоматически с коротышом первый стол нужно дать точнее второй уже стол откроем первый стол а второй стол дадим 4 бет на такой сайзинг сгодится ну и будем уходить в ол инстуз король на катофе то есть это очень важно ребят оценивать да и правильно понимать глубину стеков оппонентов в том числе постфлоп и правильно оценивать то что не у меня не у моего оппонента фолды 5 на поскольку уже не было и блефовать спустой рукой смысла нет потому что там выбьешь регуляра но фиш покажет таким четверки рекреационный игрок покажет четверки на шоу дауне и все на то все закончится открывать я буду сайз на 2 спины x наверное со всех пост может быть сюда g3x можно и с b3x буду открывать но неплохой да у нас тут сидит оппонент со в пипом 76 ему на него в позиции я бы защищал даму 9 на рейс даже с у тг но когда он пошел волн придется выкинуть не дает он не защитить такой в принципе приличную руку да и тут вообще показывает 42 то есть ну совсем рекреационный сказочный то есть более хорошо оппонента трудно себе представить против у тг эти волны с 42 в световыми понятно что у него короткий стек но тем не менее он по сути его подарил там свои восемь или девять больших пландов по моему 9 довольно аккуратно оппонент играют смотрю что хорошо фолдят на все стилы жаль что ушел наш оппонент из латвии так же меня нет сайзинка пол пота я не установил всех тут можно сайзинги все настраивать ну давайте я поставлю пол пота сам здесь не следует ставить слишком мало моя рука нужнается в протекте плюс неплохой потенциал у меня с король два рукой но только не на чек рейс вот этого видеть не хотел думаю что можно заколировать все-таки есть пара есть бакдор есть позиция и уже по карте терна и по экшену принимать решение не ожидал конечно от него чек рейсов такую доску ну и теперь на такой сайзинг по такой карте терна придется выкидывать у меня было довольно много аутов но четверка крестей это совсем не то что хотел увидеть на терне туздаму надо выкинуть на сквиз довольно крупного размера 15x сквизит оппонент в троих против у тг нормального сайзинг открытия я ожидаю там очень сильный диапазон сквиза два тайтовых оппонента давайте откроемся попробуем стуз 2 даже своровать в пип 14 пип 22 но тут в пип 14 этот же оппонент по моему он меня уже 3 байки у на втором столе тогда мы ему дали 4 бет тут очень важно да нет статов очень важно помнить динамику и наверняка он меня запомнил прошусь ему давал ну я бы такую руку все равно не стал блеф 4 бетить но даже с рукой для блеф 4 потому что не стал ему давать почти тут второй раз подряд в течение пяти минут ну по-моему это как раз второй мой стил и второй вот ребят в стинговых ситуациях в тот раз у меня был котов тут батон он оба раза был на блайндах не знаю посмотрим может быть просто рука зашла я не склонен час начинать с ним зарубаться то что мне затребетил дважды подряд но будем наблюдать за ним обратили внимание взяли на заметку туз 8 конечно же защищаем причем колом никаком рейте речи нет и я буду чекать надеюсь туза он продолжит начнет блефовать решится на влев нет не решился скорее все там нет ни короля нету за что-то очень слабое поставим 3 фото 10 валет кол на сквиз ну так относительно попали средняя на самом деле лучше было флопнуть в fd или стрит дрона гораздо лучше к улице гораздо лучше разыгрываться послал 45 выкинем офф световые ну и на такой сайзинг конечно же это кол сапара плюс бакдор стрит тро я не успел есть фолдить второй стол ушел считают ничего страшного вернулся француз чекнул канадец думает ну и канадец здесь ставит в двоих при этом в пип 66 то может быть вообще не ту рука я заколю и буду по бланкам коллировать ривер пушить я не готов потому что я сейчас француз сыграет чек-пуш то мне придется выкинуть я так и поступлю это никогда не блеф и сыграв колес эконома пол стека уже там точно есть готова рука он не будет в рекреационного играть чек-пуш с пустой рукой это точно там рука и она явно сильнее пара валетов я предполагал возможность чек пуша конечно это сильно портила шансы банка до накол но при этом выкинуть против рекреационного топ пару я все-таки не мог там слишком много могло быть стрит дров и гатшотов и он все их так разыграет король 4 совсем плохой флот для меня я выкину так пока нет интересно радовать что еще хотел рассказать хочу сообщить что играя в руме покерок от сайта покерстас точка ком и делая более 300 долларов рейка в месяц вы можете получать дополнительный рейкбэк здесь есть свой рейкбэк от рума и дополнительный рейкбэк на про сделки всю информацию можно найти на сайте пекарстас точка ком а также в описании видео все ссылки будут а и а и и и Продолжение следует... 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 ну и все-таки наша линия через чек-флопа я рассчитывал что эти восьмерки слишком сильно рука чтобы сфолдить погранична конечно фолд не будет ошибкой против mp по крайней мере не будет грубо ошибка против 3x но просчитываю что этот парень 3б этим по только меня и против mp его сквиз тут у него в пив 16 наверно будет строго на валю и довольно узкий потом не дадут реализовать эквити но вот на таком флопе я к сожалению придется сыграть чек-фолд даже такой сайтинг тут не нужно мудрить не нужно покупаться на мелкий сайт для оппонента если у него блеф он не все равно вы блефует в этой раздаче то есть ловиться едва аут это совсем не тот чем нужно заниматься за с покерами столами я тут не та ситуация где мы сможем хоть что-то заработать восьмерки там стандартно фолдятся спарину доску сдадим стандартный can be 3 пота такое чувство что в руме округляются сайдинге по моему может быть это и нормально по крайней мере у меня по мою такая настройка выставлена все таки это не чистый 3 пота в такую доску стандартный бэд тем более мне еще благодарный флэш был на его практически весь диапазон здесь играл от 3 пота в этих позициях батон против bb так что рассказать про рум еще что мне здесь понравилось прямо скажу нет такого что мне не понравилось я играю в покер уже порядка десяти лет последние четыре года активно тренирую игроков микролимитов от нл-10 до нл-50 включительно сам довольно много лет отыграл на нл-100 нл-100 зум и играл нл-200 но правда на нл-200 дистанция небольшая очень большая дистанция на нл-100 больше там полутора миллионов рук и за свою карьеру успел поиграть в более десятка румов точно вам скажу что покерок если не является да там румом первого эшелона то крепкий середняк это точно очень крепкий середняк и по софту и по функционалу и по дизайну вставай так далее ничего не здесь не смущает не раздражает не мешает игре как видите все работает прекрасно нормальный рабочий софт вполне годный для того чтобы играть длительные сессии и зарабатывать деньги плюс тут хороший рэкбэк а еще лучше он от сайта пекарстас точка ком 98 все-таки слишком слабая рука чтобы защищать против утюга но то девятки это конечно же открытие сбора навсегда против любых оппонентов с большим запасом интересно будет посмотреть появился ли у меня таймбанк на втором столе думал что он нам еще может пригодиться временно принять решение здесь адекватная не видно в точности сколько секунд но их явно не 5 не 10 то есть вполне можно подобрать сайзинг подумать оценить ситуацию и принять решение плюс есть таймбанк у меня он автоматизирован так нам дали ровно под бэд запад 6 на долларов нам заколит 325 у нас чуть-чуть углублены стейки 110 такой я заведу ну такой себе стрит дрова на самом деле будет подами доминируем а на такой сайзинг буду колить ну и прекрасная карта для превращения моей руки в блеф наверно можно это делать король 2 будем выкидывать на 3 бет надеюсь там не король дама конечно но в этих позах много рук король дамы не ожидаю и по девятки оппонент будет очень трудно придумать мне блефы я бы ставил ривер то есть совершенно точно после бета терна я бы пихал ривер спина подбирал таким сайзинг такой сайзинг чтобы пихнуть ривер так дома действия поставил стандартный бет в монотонный флоп третью ну и дальше будут будем сдаваться что у нас тут давайте не будем садиться пожалуй за четвертый стол меня полностью устраивают точнее за пятый стол у меня уже есть четыре стола не они меня полностью устраивают тем более тут вот зашли да мы сейчас будем парни из россии выставлять на стек без позиции дадим покрупнее 3 бет ну и дома 10 чекаем конечно же дома 2 фалгим а в такой борт пол пота вставка вставляется так откроем здесь дамы думаю что такого сайзинга нам хватит здесь фолт дама 10 ну и открою секрет терн я бы большинство тернов играл бы чек пуш либо сразу пуш я не очень помню эту руку через чек пуш с такими мастями это чек пуш потерну 5-6 слабовато против mp2 да мы будем из два варианта чекнуть туз валет все-таки mp и они ласкетовые против даже реперационного не захотел заводить тут много слизов будут люди будет понимать что у меня очень слабый диапазон если заколю наверное можно было три байкнуть немножко не оценил ситуацию сконцентрирован пока что на дамах и мы в позиции против водолаза но вполне себе борту она давайте чек не все-таки у меня есть масть это хорошо здесь червовая масть которая позволит мне блевкачить даже по червям дальше думаю что уже нужно ставить и пожалуй такой ставки мне будет достаточно чуть меньше полпота понятия же сходил так ну вот зашли дамы пару раз к жалению пойнты не дали нам экшена но это только начало и надеюсь десятки я уверен что нужно склизить склизить нужно сильно пожалуй что так парень 26 от него надо получить фолд от канадца надо получить колл да не совсем то что хотелось видеть десятками я бы в позиции с канадцем поиграл но сайзинг завышал я специально чтобы сгенерировать больше фолд от британца надеюсь вам понятно как этих оппонентах я говорю вот здесь в правом нижнем углу их до углов здесь нет аватары круглые в правом нижнем закруглении тогда скажем аватара оппонентов их флаг их место регистрации у меня россия здесь великобритания здесь канада ну про канадцев я на слушаем со всех ромов во всех ромах они ведут себя наилучшим образом так наш король дома 3бет давать завышенного сайзинга потому что мы без позиции пока что оппоненты не напрягают нас 4бетами но здесь стандартно треть потов столь сухой флоп сузон дамы это были бы три улицы легкие на вэлю здесь я думаю что можно уйти в чек кол и право любить ривер ривер откровенно плохой потому что у меня явно закрылась рука туз король при том чек кола здесь тоже играть не могу ну попробуем третью пота собрать не очень верю что он заблев пушит но он сразу сфаудил я об этом сразу сказал что в моем диапазоне конечно все туз король в том числе по такой линии в такой флоп они все будут ставить сто процентов терн довольно много их будут ходить в чек поэтому мне трудно собрать было в элью но нужно было пытаться как вариант да наверное здесь немножко поспешил и можно было еще подумать над сайзингом такой своеобразный конечно вышел ривер ставить нужно было я в этом уверен но можно было попытаться поставить даже еще меньше меньше четверти пота что-то в районе четырех долларов думаю было бы окей просто подогреть его любопытство даже мульти под без позиции король 8 заходить не стану мастер 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 10 4 заведу полом а под рекреационного можно написать ноутс может поставить цветовую метку покажу как это делать очень удобно и да сразу появилась она что-то рекреационный так ну тут конечно же фолд сейчас на него напишем notes коротенький попробуем проверим на русском языке будут ли сохраняться ну точнее это был даже она пока что откроемся да нам нужно открыться не пропустить свой пан рейс вот значок notes появился и я его не вижу а нет вот на русском языке нормально давайте даже не овербит это был вот бы тревер велью сохраним а ну вот дано в наводишь и вот нос весьма удобно под б 3 веры то вы любит тренирую я ребята в двух форматах как индивидуально на платной основе так и как индивидуально так и в групповом формате за процент от профита точнее это не либо одно либо второе а при обучении за процентов профита будут и группа вы это рука слабовата 4-бет холодным парень первый раз здесь трибетит в пиво сеанс я просто выкинул значит за процент от профита будут от меня и групповые и индивидуальные тренировки сейчас ребята учатся весьма успешно все информацию можно написать найти в описании видео и на сайте пекарства с точка ком так вот это уже конечно интереснее у меня валет и это точно рука которая планировала и разыгрываться и парень второй раз подряд ставит 3-бет давайте сыграем нет без позиции ладно давайте выкинем все-таки он 3-бетит м.п. и я как раз таки не склонен подозревать что он два разбора будут делать это блефка нам только что делал 3-бет вот по моему опыту по моим рицам нередко когда-то делаться буквально на следующую раздачу стоит ли ставить против рекреационного ну давайте попробуем спаренный борт поставить 3 пота посмотрим на его реакцию 10-6 защитим одномасные на баттоне оппонент чекнул это подраздительно очень у него конечно же в диапазоне все 8x руки ну и вообще он сюда поставить весь свой блеф поэтому попытаемся просто задешево здесь небольшой фолд эквити но попытаемся задешево купить свой ривер шестерку десятку и кресту ну и теперь мне чтобы его выбить здесь нужно ставить наверное только овербет этим овербетом я буду забрать очень узко причем в ситуации когда он не капнут у него в диапазоне тоже есть восьмерки в общем ребят не лучше ситуация для блефа я ожидаю там увидеть какую-то карманку валеты тире там девятки тире короли и мне ее не выбить на такой доске король 4 до неожиданно но по крайней мере мы делим что тоже неплохо не ожидал я что он не поставит combat с такой рукой на флопе ну по крайней мере хорошо что ривер не пришла креста там бы все закончилось весьма получено для меня здесь треть пота ставить нельзя но думаю что поставить все таки следует давайте поставим 2 доллара 76 просто выкинуть на 3 бет неплохо так мы поставили флоп доехали тер здесь есть дыро есть комбо дро есть десятки все эти руки не выкинет поставим крупно 5 долларов и будем вы любите 3 вер конечно же со своим хоть и маленьким но допером у него практически нет допера в старшую я душу у него нет стритов 64 со в пипом 14 ну что то крайне тяжелое тут оппонент нам показывает я ожидаю что десятку него нет они в 3 бете то есть тут непонятно что он показывает нам своей линии пошел таймбанк 64 но не должен быть в при флопе в пипом 14 наверно доперов тоже не особо только 10 575 который я был очень одномастные я прошу запушу здесь очень похоже на какие-то дро комбо дро какие-то меня туда позвали нехорошим словом но папа нет очень узко изображал не знаю что он сделал на доске где они капнут почему он меня обзывает они думают о своем диапазоне там практически не было доперов вообще никаких 100 что семья был маленький допер но я бился его дро этого было достаточно и там было очень много комбо дро было много мертвых денег в поте там нельзя было делать и это мелкие перекруты в два раза и давать ему шансы банка очень тренирована доска там можно очень долго перечислять всевозможные туз 2 там туз 4 крестовые 8 9 валет 9 валет 8 крестовый так далее то есть очень много комбинированных дров которые вполне вероятно оппонент мог так сыграть на терне при этом сетов десяток там точно нет они все в три байки на префлопе цветы семерок частично резится флоп на доске с дро поэтому очень узко частично слоу плывается дальше и повторяюсь доперов и там не видел и так и не смогу придумать руки сильнее я думаю что туз валет можно чекнуть и даже даже подумать облиф качи но не на восьмерке восьмерка плохая карта закрывающий его стрит дро ну и также блочище облефы с него защитки то 10 8 на префлопе то они доехали в пару он их блефовать не будет поэтому остались только фдшки которых тоже восьмерку шестерку попадают здесь нужно фолдить туз валет ну и там не такой широкий диапазон все-таки против mp парень из канады активно открывает мин рейзами но у меня постоянно какая-то совсем плохая рука но туз валет была на самом деле не такая плохая рука может было мелкий 3б отдать он взял тут все довольно воспитанные люди приветливые заходя за стол говорят всем привет хорошая атмосфера за столами и помню меня тут обозвал парень он из великобритании а написал по-русски видимо поиграв здесь он уже изучил русский язык научился ругаться 68 а слабовато для сб для открытия а вот 3-4 мастевые на баттоне самый раз любой монотонный борт я играю через три пота в том числе со слабенькой парой очень трудно тут я дотащить до шелдауна и выиграть лучше забрать флоп сразу у пустых рук и даже если он там выкинет какие-то король 9 разномастные без крестей он уже выкинет приличные крыти дальше чекаем вновь доезжаем в доппер будем коллировать конечно не буду резить если он поставит если он чекнет я буду выльбатить ну и выльбатить не крупным сайзингом тут в принципе крупный сайзинг и не нужен так ну 5-6 зайдем тут какие-то мин рейзы и постоянно не попадаю найти мин рейзы против этих мин рейзов я не буду глифовать тут стены вообще нет никаких зацепок за флоп теперь зацепка появилась стрит дро ну и 36 конечно же кол на флопе ну давайте попробуем глифовать теперь терн со стрит дро спаренный борт очень много дров поехала я думаю что заколирую еще раз 36 ну и король ужасная карта просто ужаснейшая придется конечно же фаудить ривер других вариантов здесь нет вариант только один что он чекнет и сдастся но конечно же в короля шансов мало что он чекнет король дома слова то тут в пип стремительно падает хоть он что-то тут и играет но против у т.д. я думаю что не буду сквизить пятерки фолд может репетить можно фолдить по настроению но это регуляр довольно тайтл поэтому нажму фолд с пятерками такое чувство что на втором столе например сидят только регуляры и активно играют стол не распадается такое происходит во всех румах где есть отличный хороший большой рейкбэк на лимитах пониже я даже заходил просто софта пробовать здесь нет лимитов ниже нл-10 это хорошо то есть любые новички сразу будут играть этот лимит то есть нет например нл-2 вот и я заходил буквально сегодня вот этот нл-10 очень тяжелый бет от парня из израиля очень хочется здесь прямо сфолдить но пожалуй что пока все таки буду не готов это сделать здесь есть стрит здесь есть у него не так много допперов есть какие-то ссеты ну доппер то какие-то туз 8 дома 8 и тяжелейший ривер и это ривер на котором я должен прощать свою руку в блеф вообще у него не должно быть десяток то какая-то валет 10 с нами десятки играть ли он так ставил да надо блефовать мгновенный кол да там доппер и он не выкинул доппер на стрит доске по всей видимости это все таки рекреционный оппонент домоле чек конечно же если бы была такая информация то я бы флот не стал дать сразу его пометим причем даже не думал долго с инстакал нажал здесь я думаю что какой-то странный очень требует против крови лет на пол пота думал что должен коллировать даму валет ну и король в лет будем сдаваться так по ситуации до когда у меня был то 9 было совершенно очевидно что уже по вышедшему валету у меня точно нет шедевелью я точно проигрываю на вскрытие всегда и нужно было плевать у меня был на целый блокер на нацию флеш ну и он не часто сыграет фд в такую доску таким сайзингом по терну ну и плюс многих это там были с какой-то с мелкой пары либо так как раз таки мелкая федо пошел меня туз они вы скорее всего вообще продолжали бы чекать и стритов как я рассказал там но может быть куда туз 10 так мог сыграть у него но не всегда он чекнет ривер и пожалуй все ну опять таки у меня были под личный блокер и на ту за 10 был у меня был туз был на доске блокер на флеш и подходе не сыграть то есть как я и пытался вам рассказать там было очень похоже уже стернант как раз таки на допер одна из опций да это превышение руки в блеф как это ни странно когда коллировал стоп парой на терне как раз таки по крестям было я думаю что если я дам 4 бета он будет выглядеть крайне страшно здесь я вообще не видел блеф 4 бетов пока нет одного из оппонентов за всю игру я буду слоу плейд королей надеюсь обойдемся без туза на флопе ну и теперь чек кол и наверно чек пуш посмотрим на сайзинг ну давайте все таки за слоу плаем дальше надеюсь у него не валет король 9 прекрасно доска с краем через треть пота надеюсь что у него нету зык с которыми он испугался спарки валетов поставим мелкую вообще его сайзинг говорит что скорее всего на рекреационный сайзинг флопа ну и ужасно развитие событий при таких по татсах я думаю что я заколю до этого лет соплей с при флопа был неплох идея слопой но потом я кончу плохо сайзинг флопа оппонента явно грешен рекреационный и поэтому только вкалировал ривер вообще ривер был не блефовый и не блефового линия но слишком хорошие были поток и там порядка тех самых 15 процентов а у него был да но чуть покороче стек был на поток и может быть были порядка 18 процентов но все-таки была надежда что он отморозился и пихнул какой-то блеф на сайзинг 3 пота так они изредка поступают все шло довольно неплохо я думаю что идея слопая была все-таки верной боюсь нам бы выкинул на 4 бет но терн конечно неудачный повторяюсь я у него много конечно это был бы сильный фолк если бы я его сделал и я бы точно сделал на ривере против регуляра всегда но против рекреационного этого делать все-таки нельзя и я не очень понимал что это за оппонент спит пока всего 26 хотя сайзинг повторяюсь флопа явно говорит о том что парень вряд ли является стандартным регуляром как минимум по всей видимости в целом составы здесь довольно таки неплохие ну что ну очень много странных линий я думаю что вполне можно под это поле подстроиться и зарабатывать здесь деньги сожалению у нас разваливается стрит будем ставить я не душу он тут будет в девятку что-то начинаете глифовать надеюсь она просто дама третий стол разваливается но и у нас видео заканчивается я думаю что не буду сейчас пытаться найти новый стол поиграем 3 макс немножко опять коллируем в толпу опять никуда не попадаем опять у нас какая-то такая трешовая рука но когда они используют такие сайты они просто провоцируют меня чтобы я заходил здесь крайне широко требовать им король дома чуть покрупнее ну два раза подряд и конечно не могу блюзовать темболь тут у меня вообще нет никакого тити так очень своеобразный борт и вообще в такой борт против регуляра должен такую руку в том числе уводить в чек но не против этих оппонентов навряд ли здесь будет хорош пол пота точнее треть пота давайте к сам половинку а плохо борт для туза дамы будем чекать вне сайт пол пота четверками поставлю не могу здесь играть чек кол не хочу здесь играть чек фолд из тузом дамой блочу блефа оппонента и если он взялся не выбивать то все равно выбьет надо фолдить так раздайте сайси тоут нам не нужно тем более на котафе окей покерок подсел из россии да тут может закупаться как я понял даже на 20 бб что сделал вот этот парень окей покерок из россии ну и каша не могу вот любить против котов вас туз валетов стом и ну и колить тоже не могу хотя может быть и можно за 3 быть был я забыл вот это сс стратегию как там нужно играть правильно против баттона точно там туз валет спокойно идет волон против котов а не уверен надо считать смотреть что за оппоненты против таких глубин стеков я немножко не привык играть там где играю там нет таких закупок на 20 б ну кто умеет используя стратегию с сс стеков могут здесь играть этот рум для вас тем более здесь очень хороший рейкбэк четверки выкинем король валет тоже сдавались плохой борт для конбета так давайте посмотрим сколько у нас тут идет запись ну и как раз запись идет уже около часа и будем на этом заканчивать сыграем как профессионалы всех игроков на следующий на следующем блайнди вот так попытаемся выйти со всех столов на следующем большом блайнди доиграем до блайндов и закончим этот вот на сегодня есть бакдорный бакдорная стрит-дро поставим в неплохую король хай доску даже против рекреационного вообще таких досок они опасаются всем спасибо за внимание ребят надеюсь вам понравилось данное видео данный вот чтобы не пропускать новое видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте к этому видео лайк оставляйте свои комментарии в описании видео что вам понравилось в этом воде что не понравилось что вы хотели увидеть в следующий раз и мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям на этом ребят все столы у меня закрылись тут как раз уже большой блайнд я на утг следующая раздача все равно уйду в сит-аут поэтому на сегодня все всем счастливо и удачи за столами